МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спонсор программы Сеть туристических агентств Тысяча и один тур. В ближайшее воскресенье, 24 ноября, страна будет отмечать праздник День всех мам. Здравствуйте, с вами программа Песочница, ее ведущая Наталья Галушина. Наши маленькие эксперты сегодня поделятся с нами своими знаниями о маме. О маме все. Любимые рецепты, что они любят, о чем мечтают. Поделятся с нами дети из детского сада Чебурашка. А также, что написали в своих письмах Деду Морозу, расскажут нам дети из детского сада Белоснежка. Итак, давайте смотреть. 24 ноября, это в следующее воскресенье, будет праздник День всех мам. Вы знаете об этом? Как будете праздник отвенчать? День всех мам. Мы с Вадиком подарим мамам подарки. Мы нарисуем в садике два рисунка и скажем вместе поздравляем с твоим только. А еще мы друг другом гости пригласим. Ну, и наших мам. И дадим увидеться друг другу. А меня зовут мама Елена Александровна. Елена Александровна. Где Елена Александровна работает? На хлебокомбинате. Начальник производства. Чем она там занимается? Над всеми команды? Нет, не над всеми. Не над всеми. А над кем? Ну, так, кроме Шабанова и Директора. Что на хлебокомбинате вообще делают? Хлеб. Или всякие булочки там вкусные, ромовки, слойки. Ага. В общем, ты дома все время при хлебе? На ней каждый день. Она мне слойки обычно покупает. А как зовут твоя мама и где она работает? Екатерина Сергеевна. Хорошо, где Екатерина Сергеевна работает? О-о-о, Топик. О-о-о, Топик. А что это такое? О-о-о, Топик. Что она там делает? Строит домы. Строит домы? Много? Ну, сколько в день домов строит? Иногда три, иногда пять. Привет? Привет. Привет? Привет. Представляйтесь, как вас зовут? Громко только. Тебя зовут? Сема. Сема. А тебя зовут? Женя Попов. У вас есть мамы? Да. Есть? У меня есть имя. У тебя есть имя? Юлия Павловна. У тебя мамочку зовут. Так, хорошо, расскажи, где у тебя мамочка работает? На работе. Что она рисует мне дорогу? Она рисует тебе дорогу. А для чего? Чтобы машинам есть. Светлана Альбертовна. Светлана Альбертовна. Прекрасное имя. А где работает твоя мама? Сектором. Около моста. Около моста. Хорошо. Скажи, пожалуйста, а что она на работе делает с секретарем? Печатает листочки. Как ты жалеешь маму? Всегда мама меня зовет к себе в комнату. Так, и что вы там делаете? Целуемся. Как зовут твоя мамочка, где она работает? Мою маму зовут мама Аня. Моя мама работает на заводе Звездочка. Мою маму зовут мама Надя. У меня мама Надя работает в больнице. Кем? М-м-м, да. А я хочу, я Эля хотела сказать, что, ну, она там забыла, что у нее мама медсестра. Я хочу ей подсказать это. Какие сюрпризы мамам готовите? Я. Я подарки. Так, Ариша цветы. Максимка. Я подарки. Максимка, делись. Какие подарки? Любые. Как жалеете? Как мамам помогаете? Глади. Что делаешь? Гладишь по головушке. Гладишь по головушке. Ага, Саша. Я жалею ее тоже. Как? В обнимку. Мы все делаем вместе. Она приходит домой, она завершает видео, а я ей помогаю. Мама очень-очень-очень любит петь. И она мечтает выступить на сцене. Она у меня поет в ДК. Она вот так вот играет на гитаре и поет разные песенки. Ну, мальчик, не уходи там. У меня же тень и папа приносит маме картины и цветы. Трудно ли быть мамой? Нет. Трудно. Трудно ли быть мамой, Максимка? Нет. Мы, я, я маму еще гладу, как я и мою посуду, как гладу ее так. Ань, как думаешь, трудно быть мамой? Угу. Ариш, трудно быть мамой? Нет. Нет, почему не трудно? Потому что... Ну, почему не трудно? А каждый день думать о том, как тебе погладить красивое платье? Трудно быть мамой? Нет. Нет, не трудно. Хорошо. Максимка, трудно быть мамой? Нет. Потому что я, когда мама лежит, отдыхает, я беру, ну, я беру шарики с молоком, наливаю молоко в тарелку, возогреваю, возогреваю в микроволновке сам, потом насыпаю шарики и ем пока маму, ну, спит. О чем ваши мамы мечтают? Саша, тебе о чем мама мечтает? Новую квартиру купить. Тебе о чем мамочка мечтает? Что? У нее был новый диван. Хорошо. Мама хочет, чтобы у нее был новый диван. В новой квартире. И туда слоечек, рамовочек, чашечку-большую чаечку. И жизнь удалась. Мама, поздравляю тебя с праздником всех, мам. Желаю тебе счастья, здоровья, чтобы ты училась на одни пятерки, а мама еще в школе. Мама, поздравляю тебя с праздником. Желаю, чтобы твоя мечта исполнилась. Любой турист мечтает получить скидку для себя и для друзей. Дисконтная программа «Тысяча и один тур» исполняет мечты. Путешествия на любой вкус и бюджет. Подборы и оформления заявки на сайте. Сеть туристических агентств «Тысяча и один тур». Железнодорожная 34. Девочки, расскажите мне, в какой вы детский сад ходите? Как он у вас называется? Белоснежка. Белоснежка. Вы любите свой детский сад? Зачем дети ходят в детский сад? Чтобы учиться. Всему. Саша. Саша. Ивана. Матюи. Как ваш детский сад называется? Белоснежка. Расскажите-ка мне что-нибудь интересное про ваш детский сад. Чем он отличается от всех других и почему вы его так любите? Мы занимаемся грамматикой. О, грамматика, здорово. Лепкой. Рисуем. Рисуем. Математикой. Читать умеете? Да. Мы зашли только по слогам. А я не по слогам. То есть ты хорошо читаешь? Я не совсем. Кто книги сам читает? Я читала «Белоснежка» и «Красная шапочка». Я Иван Саревич и «Серый волк». Как называется ваш детский сад? Белоснежка. Что вы знаете о своем детском саде? Какой он у вас? Катюш, большой, хороший. Чем вы в детском саду занимаетесь? Аппликацией. Чем занимаетесь с воспитателем? Мы читаем книжки. Только мне один раз. Пошел, почитайте, про него уже. Один раз. Тебя они вообще даже выкинут из головы. Катюш, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в детском саду? Что больше всего любишь делать? Я люблю больше всего делать книжки. Какое твое любимое занятие? Не собачь. Машину наличио, два лепичка в огонь. Еще клестик наличио, еще он тебя везде. У вас мальчишки есть в группе? Есть. Ну, давайте поговорим о мальчишках. Кто у вас самые умные мальчишки? Ваня. Нет, он не умный. Он доделется. Да, и он нас обижает. Кто такие мальчики? Чем они отличаются от девочек? Чем они от девочек отличаются? У них вот короткие волосы. Матыши длинные. Чем еще мальчишки отличаются от девчонок? Ботинками. Кто у вас самый модный из мальчишек в группе? Матвей. У вас Матвей просто вообще. Он красивый? Да. Его девочки любят? Да. А я обожаю Матвей. Ты обожаешь Матвей? Я обожаю Матвей. Он красивый. Какой праздник будет скоро? Новый год. Новый год. Кто приходит в этот праздник? Дед Мороз. Дед Мороз и Сегурос. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, вы письма уже написали Деду Морозу? Я не написала. А когда собираетесь? Я завтра. Я скоро. Я напишу. Дорогой Дед Мороз, можно у тебя попросить? Попросить робота на пульте управления. Который трансформируется в машину? Я тоже самое хочу. Да. И желаю счастья и здоровья. Для мамы и папы что будете заказывать? Для мамы и папы? Для мамы я закажу новый телефон, который не глючит. А то у нее один раз так глюкнул, что даже не позвонить. А я? А я? А папе новую посуду. У него вся посуда очень старая, а это, ну, в чем он варит, а это ржавая. Я папе подарю настольную лампу, ему нужную для кабинета. А маме я подарю духе. Хорошо. У тебя папа депутат? Ну, нет, но у него есть компьютер. Милан, ты что будешь заказывать Деду Морозу? Я уже заказала. Ты уже написала письмо? Поделись. Я написала, чтобы мне Дед Мороз принес игрушку китти. Да, китти китти. А для папы с мамой? Чтобы они никогда не болели. Чтобы они никогда не болели. Аптечку, что ли? Алина, что хочет получить? Какой подарок на Новый год? Одну конфетку. Даниила, что хочет получить на Новый год? По звездочке. Письма когда будете писать Деду Морозу? Тогда, когда сможем. Я напишу Деду Морозу на колонах садим. Кто из вас из всех умнее? Конечно, у меня Саша. Я не знаю. Так, а Билан как думает? Он. Кто такой умный? Это тот человек, который все знает. Да, и у которого в Забитых все знает. И все понимает, когда говорят по-английски, по-немецки, по-турецки или как-нибудь. По-японскому. А, по-японскому. А вы по какому языку знаете еще что-нибудь? Я по-английскому немножко. Я тоже чуть-чуть по-английски. Хорошо, что по-английски знаете? Я знаю цвета. Я знаю губай. А что это такое губай? Ну, слово пока. Я цвета знаю. А хэллоу это привет. Я знаю ноу циц. Циц? Ноу циц? Нет. Ноу это значит нет. Ну, я поняла, что ноу это есть. А циц это хватит. Субтитры сделал DimaTorzok